Вы спросили про стандарты. Я против этих концентров и вообще против профилей, потому что ребенку еще трудно выбрать свою дорогу. И хоть это модное слово есть, траектория, учебная траектория, вот один туда, один сюда. Но, во-первых, если есть такое желание, то есть другие методы. То есть те, вот колледж теперешний, да? Нет, факультатива сейчас нет, это профиль. А профиль, он обязательный. Что дает профиль? Он дает однобокое образование. Однобокое образование – это не образование. Если давать ребенку образование, то, конечно, гармоничное. То есть во всех отраслях. Тогда он имеет представление о том, об этом, об этом, об этом. И на этом основании, как на пьедистале, он выглянул в мир и посмотрел, а где тут моя стезя? Понимаете? Если мы его после девятого класса загоняем уже в профиль, то он смотрит только в одну сторону, а все остальное он не видит. У него нет вообще, в принципе, видения мира, просто его нет. Да, совершенно верно, он остальное все не видит. Ограниченный, но ограниченный человек это и не есть ограниченный человек. Все тут говорить. Все-таки в советское время вот эта вот цель стояла, гармоничное воспитание, гармоничная личность, это, конечно, была обладает цель. Современный профиль, вот эти современные стандарты старшей школы, это напрочь не то, что там выстроить только одну линию, они еще не позволяют выбрать все предметы, а только вот выбрали вот этот, вот этот, вот этот, и все. Вот, скажем, выбрали они из естественно научных что-то одно. Там биология, там география, там физика, там химия. Ребенок идет в мединститут, ему нужна химия, биология. Биология и физику. Обязательно. Потому что без химии и медицины нет, без физики. Медицины сейчас тоже нет, там все на приборах. Значит, эти три предметы. А он имеет право только один выбрать из этой области. Ну, понимаете, но это же уже за рамки разумно выходит. Но что хорошее у стандартов, это то, что они требуют вот этого современного ведения урока. Когда работает не учитель, а ученик. Вот даже я учителям так шутку говорю. Вы на уроке должны бездельничать. Работать должен ученик. Нет, это учитель. Но он учит тем, что организует вот эту деятельность учебно-познавательную, в которой ученик начинает копаться. И вдруг находит, ну вот он его как с лодки выпросил, да? И тот плывет-плывет, и вдруг выплывает. И на каждом уроке так. На каждом уроке. Вот вы, наверное, знаете, было у нас такое направление проблемное обучение. Это очень интересные уроки. Это все признают, что эти уроки замечательные. Проблемный урок – это то, что надо. Ставится проблема. Дети выдвигают гипотезы. Дети потом что-то делают, разрешают эту гипотезу, приходят к выводу. Это замечательно. Такая научная деятельность. Научная деятельность. Совершенно верно. То есть ты погружаешь ученика вот в такую вот атмосферу, как маленький ученый. Он начинает что-то там выкапывать сам своими силенками. Ну, пассивно, конечно. Вот, скажем, такой вот урок у меня. Это я очень любят учителя. Сущность химических реакций. Вы должны рассмотреть эту сущность, вскрыть. И мы начинаем делать опыты. Значит, вот беру медь, нагреваю. Получается оксид. Его растворяю. Получается вот такой зеленый раствор. Добавляю щелочи. Выпадает осадочек. Потом осадочек растворяю. В раствор опускаю гвозь. На гвозди образуется пятник. Дети в диком восторге. Все это вот они, значит, видят. Записывают таблицу. Настоящий фокусник. Специальную таблицу каждый момент записывают. И вот получается такая цепочка. Из меди шли, к меди пришли. А вопрос, проблема-то в чем? А как же реакции-то происходят? Почему одни вещества превращаются в другие? И они начинают выдвигать гипотезы. Говорят, ну там атомы меняются. Или атомы не меняются, они перегруппировываются. Вот две гипотезы. Ну давайте доказывать. Вот мы провели эту серию опытов. А, медь была, медь осталась. Значит, что будет? Атом это не исчезает. Главное, что да, что все в природе. Значит, перегруппироваются. Вот из двух гипотез. То ли атом меняется, то ли атомы переставляются. Из двух гипотез у нас одна подтвердилась. И они сделали вывод. Теперь следующий вопрос. Ребята, если атомы не меняются, общая масса того, что мы взяли, и того, что мы получили, будет одинакова или нет? Конечно, одинаково. То есть закон сохранения массы, как говорят Ломоносова, дети открыли моментально. И начинаем доказывать. А вы вспоминаете, что это сделал Ломоносов? Когда он это сделал и так далее. Это не совсем так. Теперь я беру свечу, устанавливаю на весы, ее зажигаю, она горит, и весы равновесие теряют. Ребята, а вы мне сказали, что масса-то сохраняется, а у меня... Они моментально соображают. Да это газы улетели. А как же доказать, что масса сохраняется? А, надо колпаком накрыть. Давайте накрой. Накрываем колпаком, зажигаем, горит, и все стоит на местах. Весы ровные, равновесие не теряется, значит, действительно, масса сохраняется. Доказали. Тут я ничего не объясняла. На этом... И на других я также... Никаких объяснений... Ну, то есть, никаких вот... Вот видим, вот сделали, вот посмотрели, сделали вывод. Сделали вывод. Мы сделали вывод, как же осуществляются химические реакции и озаконить сохранение массы. Галина Михайловна, извечный вопрос родителей нынешних и детей. А зачем мне эта химия? Вот любимый вопрос. Вот, а зачем мне эта химия? Вот в девятых, в десять, в девятом, в девятом, в девятом отсидел ее. И слава богу, не нужна она мне. Вот, не буду я никогда. Вы знаете, вот... Вообще, зачем ее учить? Так, вот сначала я вам покажу... Так, я вам покажу какие-то формулы, какие-то цифры, какие-то буковки куда-то писать надо. Какая разница, куда их писать? Вот, что интересно знать? Ну, там химическая связь, скажем, здесь вот. Много интересного чего. Вот сами иллюстрации. В химическом учебнике, да? Да, это был вопрос, непонятно зачем. Пьета, Микеланджело. Это самая малахитовая ваза из Эрмитажа. Значит, малахит, это же химическое вещество, имеющее свой состав. Мрамор, это же карбонаты. Это карбонаты. Это в каком параграфе карбонаты. В каком виде они встречаются, это интересно знать. Вот они рисуночные. Связка с географией. И с географией, с минералогией, с историей, с искусством. Вот, пожалуйста, видите, какой большой. Это на самом деле формирование образного представления. Это связь с жизнью. Обязательно. Да, мировоззрение. Химия – это часть мира, без которой нет мира. А здоровье, какие-то там вещества, ядовитые, не ядовитые. А вот посмотрите-ка, вот такой вот. То есть обожжение нужно на самом деле в этом случае? Нет, обожжение не надо. Обожжение не надо. То есть если нормально изучать химию, физику, биологию, обожжение не надо. Обожжение надо в начальной школе познакомить с правилами перехода улицы. И не бегать под ноги на берегу. Смотрите-ка, рисунок. Сигарета, дым табачный. Вот вещества, часть веществ, которые особо вредные в дыму. А вот болезни, которые они вызывают. Вот он обожжение, пожалуйста. Да, да. И здесь написано кое-что. Вот такой способ горения, тление, который в сигаретах. Или если у вас на даче горит костёр неярким пламенем. Но ярким пламенем тоже ничего хорошего. А если он тлеит особо, и столько дыма, это только вред и природе, и вашему здоровью. Выхлопные газы. Вот вы стоите на перекрёстке, поднимите ребёнка на руки. Потому что выхлопные газы в основном внизу. А перекрёсток, это такая, на остановке стоите, да? Перекрёсток, остановки обычно на перекрёстке, где останавливается транспорт. А транспорт остановившийся, он больше даёт вот этих газов. Шофёр должен знать, что ну гаси мотор. Потому что если ты не гасишь мотор, он даёт много выхлопов. А эти выхлопы, кроме того, ещё и озоновый слой наш, разрушают. Правильно. А у меня лично было объяснение вот этому вот предмету, по-хорошему, да? То есть даже не вот с этой точки зрения такой жизненной, что ли, да? Хотя это интересно, я для себя тоже вот неожиданно сейчас это вы рассказали. А для меня было во многом, это сродни математики. То есть вот химия, поскольку она точная наука, да, то есть она требует очень сильного развития логики. Это вещества. Всё-таки вы рассматриваете её не как развитие мозгов, а как развитие всё-таки природы, да? Это вскрытие, да, вскрытие сущности природы нашей. Это во-первых. А во-вторых, здесь ещё такой общественный интерес. Дело в том, что у нас химия, ну, буквально во все поры проникает. Правильно говорил Ломоносов, а сейчас тем более. Вот взять нас, что это такое? Конечно, синтетика. А это чего такое? А это чего? А куда не глянешь? А чем я волосы мыла? А во что у меня упаковано? А вот это вот? То есть что они возьмут? А бумага. Ну, что они возьмут? А металл. А вот эти новые технологии, материалы. А материалы для космоса. Фармацевтика. Теперь анализ веществ живых и их преобразования для здоровья. Ведь вот генетика, например, изучает, биохимики изучают эти все вот эти молекулярные биологии. Это в основном биохимия. Что там происходит в нашей генетике? А что происходит с нашим организмом? И чтобы дать лекарство правильное, надо не методом тыка, умрет или не умрет, а все-таки как-то научно обоснованно, да? И это же исследования ведут на химическом уровне, а не на каком-то другом. И, следовательно, нужны везде специалисты. Медик без химии – это не медик. Фармацевт без химии – это не фармацевт. Металлур без химии – это не металлур. Понимаете, кроме химической промышленности. А химическую-то промышленность кто будет обслуживать, если мы химию в школе не дадим так, чтобы заинтересовать маленький будущий народ, который превратится в специалистов. Так что, и с точки зрения государственной и общественной, химия необыкновенно важна. Илья Михайловна, а все-таки, что может родитель дома? Все-таки процесс, да, вот школа-школа, да? А домашний процесс? Родитель. Вот видите, еще есть какая рубрика «Домашний эксперимент». И очень часто у меня встречается домашний эксперимент, особенно восьмом. То есть это то, чем заниматься в выходные дни с детьми? Да, совершенно верно. А там какие-то сложные можно покупать? Или все можно в булочной купить? Нет, это можно так. Тут подобраны такие опыты, которые можно, ну и не только опыты, но, например, вот такое задание. Сочитай, сколько молекул сахароза ты проглотишь чашкой чая за завтраком. И вот он начинает считать. А потом он начинает считать, а мама, сколько там? А папа, сколько? А сколько за день? А сколько бабушка? А сколько дедушка? А сколько за неделю? И всякие вопросы они начинают исследовать. Знаете, вот дано только задание для одной чашки. То есть эти учебники, на самом деле, в принципе, или ваш подход, это подход и к родителю тоже? Тоже, тоже. И вы знаете, вот есть родители, которым вот попадался учебник, и они несли в школу и требовали, а есть вот в анкетах дети, мы же анкетируем их и спрашиваем, как им этот учебник. Они пишут в анкетах, а мы химию учим вместе с родителями в семье. Потому что родителям самим интересно, да, вспомнить или вообще изучить это дело? Вот там нужно вырастить кристаллы. Вы знаете, такие вещи приносят дети после этого домашнего эксперимента. Ну, во-первых, там родители начинают в три узла завязываться, где медный купороз взять, или еще какие-нибудь реактивы, из чего можно вырастить кристаллы. Ну, кто в своей заводской лаборатории, кто, может, из института, кто откуда. Но в крайнем случае там в химореактивах сейчас, между прочим, есть такие магазины, которые продают и химореактивы, и пробирочки там, посуду всякую, это можно сейчас приобрести. Вот. Вы знаете, приносили букеты. Да, вот такое изобретательское. Совершенно рукотворчество уже начинается из кристаллов. Вот они делают из проволочки цветочек, натягивают марлечку, опускают в этот раствор. И потом ребенок приносит букет этих цветов. Ну, это же чудо какое. Это такая фантазия. Какие-то кружки, может быть, вот такая идея сейчас возникла. Может быть, какие-нибудь кружки затеять нам такого рода? Вот в девятом классе химия уже посложнее, она же все-таки опасная наука, поэтому домашним экспериментом не всегда можно ограничиться. За вашим можно, да? Да, совершенно верно. Вот. Ну, вот этим самым экспериментом мы и направляем детей, чтобы не взрывали, а что-то другое изобретали. Как сейчас кормит воду еще. Да, да, да. И вот еще есть в девятом классе вводится рубрика «Эксперимент в школьном химическом кабинете». То есть вот сюда можно... Это уже требует специального оборудования. Хочет учитель этим заняться, он может... Вот сейчас это и в стандартах это прописано, вот то, что объявлялось. То есть индивидуальный проект, вот, пожалуйста, готовый индивидуальный проект. Вот в этом эксперименте в школьном кабинете. Там есть даже такие мини-исследования. И эти мини-исследования тоже вот как-то с этой чашкой чая, да, с сахарозой, можно распространить. Вот, так что в этом учебнике собрано все современное, то, что требуется, современными стандартами. Что полезного есть стандартам. Конечно, исследовательская работа ребенка. Конечно, поиск ребенка на уроке. Вот о чем я начала говорить, что почему они в стресс в эту ситуацию попадают. Что обучаем мы неестественным путем. А когда мы его погружаем вот в такую мини-исследовательскую работу, то его мозг получает возможность работать натурально. То есть как ему природа это приписала. искать логически, искать каким-то образом, делать выводы из невидимого, сделать вывод видимый, да. И химия это очень благодатный предмет в этом отношении. Поэтому развивается мышление. Развивается не только вот знание по химии. Мышление развивается. И психологи говорят, что достаточно одного предмета, чтобы развить мышление ребенка. Он потом будет эти методы мышления переносить. Он будет переносить. Я хотел как раз спросить, а вот взаимосвязь вашего подхода с другими предметными областями, вот это очень важный вид. Дело в том, что невозможно одну предметную область учить без увязки на параллельной. Или по математике не прошли, а вы уже там что-то продаете. Да, вы знаете, вот в этом отношении одно время были модные интегрированные уроки. Ну сейчас, наверное, тоже проводят, не знаю. Значит, уроки, проводимые с учителем лучшим. С учителями, да. Межпредметные среди. Вот скажем, у нас электролизм. Электролизм это и физика, и химия. И учитель химии, и учитель физики коперируется, и вместо одного по физике, одного по химии, они делают два урока. Вот, и совместно проводят. Вот у меня был такой опыт. Значит, мой учитель по химии, он этим методом владеет. Физик нет. Или, вот в восьмом классе мы проводили такой очень интересный опыт. Значит, вода. Вода в природе. Там у нас участвовал химик. Физик, правда, не участвовал. Участвовал географ. Потому что вода в природе. Вода в природе. Это все эти образования. И гидрочки. Да, и ледники, и океаны, и реки, и так далее. Географические образования. И участвовал учитель изобразительного искусства. Это был очень интересный урок. Вот, значит, ну, я, естественно, веду по своему методу. Он, учитель изобразительного искусства, он, она, тоже очень интересно придумала. Она вырезала квадратики из фотобумаги, раздала каждому и каждому мелок. Нарисуйте снежинку. А мне нужно было, чтобы они нарисовали снежинку, потому что это структура воды. А у меня таблица со структурой внутренней, как там молекулы расположены. И они сразу восемь лучей. Я на структуру обращаю внимание. Вы понимаете, вот живопись, это снежинки, связанная с внутренней структурой, которая у меня изображена на рисунке. Ребята, посмотрите, что вы видите. Какие вы фигуры там видите, шестиугольники, а у вас восемь лучей. Понимаете, они сразу это воспринимают, что вот эта внешняя форма снежинки с внутренним содержанием ее связана. И это было очень интересно. Но это разовые уроки, да? А вот все-таки взаимосвязь учебников или программ. Сейчас я вам скажу. А вот учитель географии, он этим методом не владел, она выходит, рассказывает, смазывает. И вот это вот, в этом интересном уроке, вот эти вот моменты географические, они просто такие вот, ну, как бы паузы какие-то. А что касается, сейчас отвечу. Начи раньше были межпредметные связи, сейчас множество программ, и они друг с другом не связаны никак. Мы в своем издательстве сейчас, я давно это, в общем-то, планировала, и как-то пыталась создать коллектив, чтобы биология и физика, по крайней мере, были в одном ключе. И удалось мне только вот недавно. К нам в издательство пришел такой физик Гинденштейн, Лев Элевич, он из Харькова. Вот он, к счастью, к нам вот попал. Очень интересный человек и очень легко схватывающий вот эти вот новые веяния, в том числе вот эти вот развивающие обучения и деятельностный подход. Вот, и мы с ним создали два учебника, которые... Уже интегрировали, да? Да. Они подходят друг к другу, и эти межпредметные связи... У меня мама была физикой. Но проблема в том, что ведь это же было раньше всегда, правда? Ведь это же было в советской школе еще вот это все действительно. Когда я начинала создавать учебник, то я всегда с мамой и ее учебниками всегда связывалась. И поэтому вот эти вот все жизненные ситуации, которые я вам показывала, жизненные примеры, это у меня, они мои мамы. Потому что она учеников учила буквально вот на объекте. Она вела на улицу детей на экскурсию. Вопросник задает и наблюдает физические явления. И это было лучше, чем учебник. Или трение, она просила принести коньки, они выходили на лед, школьная площадка завита, и начинали изучать, как этот конек катится. Вот это вот физическое явление. И вот этот вот метод мамы я, конечно, взяла на вооружение. И всю жизнь, сколько я не создавала учебник, я все время эти примеры один на другой нанизывала. Так, что вот эти жизненные примеры сейчас в высшей школе берут у нас в институте. Мои коллеги берут из моего учебника примеры, чтобы оживить лекцию, чтобы студентов приохотить к химии. А дети в анкетах после этого учебника пишут, химия очень важный для жизни предмет. Потому что у нас много вот таких вот было уроков, которые связаны буквально с жизнью. Минеральные удобрения, это был суд. Сплавы, это был круглый стол. Там коррозия, это было вообще представление, коррозия вышла в виде какой-то ведьмы, бабы Егин. И ела все. И ела все подряд. И то, значит, ребята, высказывали, что против коррозии вот это можно, а она свое. А я это тоже съела. И вот это такой вот спор. Вот, поэтому, и кстати сказать, каждый автовладелец стремится к тому, чтобы не поржавел кузов. Изгоняет коррозию из своей жизни. Да, каким образом. И в металлах у меня есть даже рисунок такой. Вот эти вот слои на кузове, на металле хромирование. Там еще медная подложка, хромирование. Потом это лако-красочное покрытие, мягкое, чтобы оно не покоробилось. Но, в общем, все эти слои указаны, и что и почему. Почему, что такое фосфатирование, вот при, когда же ржавчина появляется, да? Сущность его. Потому что, и когда владелец автомобиля это как-то подробненько знает, ну, не будем говорить подробненько, в общих чертах, он тогда чисто интуитивно начинает поступать правильно. Он не дает ей разрастаться, он чего-то так не делает. Ну, это вопрос о том, зачем нужна химия. Зачем нужна химия, да. Елена Михайловна, крайне интересная получилась беседа. Я еще раз выражаю вам огромную благодарность за то, что мы с вами пообщались. Я надеюсь, что это далеко не последний, наверное, разговор. Может быть, мы с вами еще поговорим какие-то предметные, какие-то части, в какую-то более углубленную. Если в Питере начнут школы заниматься по моему учебнику, то я буду здесь частый гость. И дальше, да, куруха. Да, дай бог. У меня вот идея по поводу, сейчас возникшая, по поводу каких-то вот таких формы вот этого родительско-детского какого-то творчества, может быть, в форме каких-то кружков родительских с детьми, каких-то вот экспериментальных площадок. Я подумаю, может быть, мы что-нибудь придумаем и с вами обязательно по этому поводу поконсультируемся. Будем очень благодарны, если вы нам дадите свое, в этом смысле, какое-то знание. Еще раз спасибо. И я со своей стороны могу только обещать, что мы будем всячески стараться помогать вам в продвижении вашей идеи. И мне кажется, что действительно вот этот подход, который вы сегодня нам сказали, он крайне перспективен и на самом деле весьма современен. И, наверное, будет очень понятен нашим коллегам, друзьям, родителям. Ну, надеюсь. Вам спасибо за приглашение. Надеюсь на сотрудничество дальнейшее. Спасибо большое. Спасибо.